Добрый вечер, вы смотрите Главное. Мы вернулись после отдыха. Надеюсь, что и вы тоже очень хорошо отдохнули, наши уважаемые зрители. В Молдове начинается осенний горячий политический сезон. Сегодня мы последние политические события будем обсуждать председателем фракции по СРМ Муниципальном Совете с идеологом партии социалистов Иваном Чебаном. Добрый вечер, господин Чебан, спасибо, что вы нашли для нас время. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Ну, я, конечно, немножко слукавил, как сказал, последние политические события. Я же обязательно вернусь и к тому, что было, и поговорим о том, что нас ждет, и какие планы у партии социалистов. С удовольствием. Начать я все-таки хочу с того, что я хочу вас поздравить. Сегодня был первый звонок, первый учебный день у вашей дочери, Ильинки, насколько я помню. Да, абсолютно верно. С первоклассницы у вас. Да. Спасибо огромное. Я думаю, что надо поздравить всех наших жителей столицы, а также нашей родины, Молдовы, с началом учебного года. Пожелать всем удачи, новых знаний. Вот. И поблагодарить преподавателя за то, что они делают этот замечательный труд, нелегкий для всех наших детей. Низкий поклон. Ну, новый учебный год и у вас начинается, насколько я понимаю. И была информация, что вы поступили в Брелинскую школу управления. Это правильно. Да. С октября месяца. Да. Вот. А сейчас еду в Париж. Сначала в Москву, потом в Париже, в школу управления. А зачем столько дипломов? Зачем вот столько образования? Нет, ну, во-первых, разные подходы к разным вещам, разные направления. Это интересно, я думаю, совершенствуется постоянно. Вы будете... Хотите это потом применять в муниципе, все эти лучшие, в том числе и европейские практики? Да, все это применяем, конечно. Вот. Такая идея у меня попозже появилась. Может быть, даже преподаванием посмотрим. Значит, ваша попытка на будущие выборы местные повторится? Вы опять попробуете штурмовать при Марии? Ну, пока вот такие были у нас мысли. Я говорю, у нас это партийного руководства. Ну, давайте не сбегать вперед. До местных выборов еще очень много предстоит сделать. У нас парламентские выборы уже объявлены на 24 февраля. Я думаю, что, как сказали вы, политическая повестка будет очень жаркой у всех. И она буквально с сегодняшнего дня, грубо говоря, я так чувствую, что начинается. Исходя из того, что нас ждет впереди, наверное, необходимо сделать сначала выводы и вынести уроки из того, что у нас уже было. А было то, о чем я уже говорила, предвыборная кампания в муниципе Кишиня, которая закончилась, если можно так сказать, ничем. То есть, при Марии не избрали, потому что выборы были признаны недействительными. А выборы были признаны недействительными, исходя из заявления, написанного в суд обращения партии социалистов. Скажите, в тот момент, когда вы поздравляли Андрея и Анастасия, это было очень красиво. Первый комплимент. Вы провели прекрасную предвыборную кампанию. Спасибо. Честно. Я вот как бы любовалась тем, что появляется политик, что вы выросли, что вы успокаиваете, что это все будет теперь хорошо. После этого абсолютно взрослые поздравления, признания победы своего конкурента. Вы в тот момент уже знали, что вы подадите иск в суд? Да, конечно, я вообще не вижу. Не надо связывать наш иск в суд, потому что мы не требовали аннулирования выборов. Собственно говоря, аннулирования выборов. Это разборки, скажем так, не знаю, если до конца разборки, или просто такая игра в поднятие имиджа. Потому что я считаю, что аннулирование выборов выгодно до сих пор. Я об этом говорил. Выгодно только не социалистам. Во-первых, Андрей и Анастасий ничего не делают и, соответственно, просто держат на плаву свой рейтинг, не отвечая ни за какие варианты. Правящая партия сохраняет контроль над ресурсами, скажем так, премарии, грубо говоря. И, соответственно, они не теряют. Потеряли только социалистов. Вы были не согласны с этим решением суда. Но почему вы тогда не протестовали тоже против этого решения? В смысле? Я несколько раз высказывался по этому поводу. Я сказал, что это неправильное решение. И я свое мнение не меняю по этому поводу. Потому что, да, нарушения были. И суд это признал, что нарушения были. И Андрей и Анастасий, я, кстати, предупреждал несколько раз по этому поводу. Есть видео прямо на теледебатах, на которые он один раз и пришел все-таки из всех тех многочисленных теледебатов, куда нас звали. И я ему в прямом эфире сказал, что это может быть чревато. Что я не исключаю, что режим, как бы, он так подумал, а если сейчас мы не воспользуемся этим моментом, то тогда опять будет у нас на избирательной кампании Путин вместе с Додоном и с Гречаной и так далее, и так далее, и так далее. Ну, не исключаю, что это дворян. Я считаю себя абсолютно вправе задавать этот вопрос, потому что, когда здесь сидел в самом начале, после выборов, на первых числах июня, ваш коллега Александр Одинцов, она против сидела, Станислав Павловский, я спросила, готовы ли вы, еще до того, как было вынесено решение суда, к тому, что ваш иск в суд будет использован для отмены выборов? Я ему сказал, что это невозможно. Все были уверены в том, что это невозможно. Ну, вот, и мы были уверены по этому, и, в принципе, подавали, потому что закон... Но если журналисты задавали такой вопрос, значит, мы подозревали, что может быть игра в оббанк со стороны власти? И что, мы должны были отозвать свое заявление, или как вы считаете... А если вы его отозвали, у него бы не было повода формального? Ну, я не думаю, что это было бы правильно, потому что по-другому закон был нарушен. Мы должны это четко понимать, да? Еще раз повторяю, мы не требовали аннулирования выборов. И мне очень досадно, на самом деле, что Андрей находится сегодня там, где угодно, но не в кресле в мэрии. Чтобы все-таки он показал, что умеет и как умеет. Это, с моей точки зрения, ну, по крайней мере, для кишиневцев, и для меня лично, как кишиневца, это было очень важно. А вот прошло три месяца, я буду 5-го числа делать доклад, что мы сделали, социалисты, за это время. А удалось нам очень немало сделать, особенно в социалке, то, что является преимущественной нашей повесткой, да? То есть, социальные вопросы. И вот прошло три месяца с того момента, как в качестве не сильно отличаемся от моего. Я муниципальный советник, но полномочия есть такие, какие они есть. Андрей, значит, прошло три месяца с того времени, как он просто ничего по городскому вопросу не делал. Помним эти угрозы, мы остановим стройки, мы сделаем то-то. Я думаю, что у него даже элементарно одного письма нет написанного в какие-то соответствующие органы по этому поводу. И что еще очень интересно, что нельзя исключать или почему ему это все выгодно. Вот мы, к примеру, протестовали самоназначение Руслана Кадряна в эту должность, в которой он находится. С моей точки зрения, я думаю, что практически могу сказать 99,9%. Я, конечно, не знаю до конца, что такого протеста нет со стороны Андрея Анастасии. То есть, его все устраивает. Не дай бог, как вы говорите, вернут в какое-то кресло непонятно кого. Поэтому я думаю, что так. Ему очень это выгодно, это ему очень нравится. У него не было задачи управлять городом и заниматься городскими проблемами, так как их очень много, они очень разные. Как я говорил в избирательную кампанию, нету команды. И это на сегодняшний день очень просто видно. Нету людей, которые бы занимались этими вещами. Хоть так для отвода глаз надо было кого-то назначить, чтобы человек занимался этими вопросами. Тебя спросят через три месяца, а что ты там грозился? Одно, второе, третье. Можно, конечно... Он ответит так же, как отвечает Игорь Николаевич. У меня нет полномочий. Все будет очень спокойно. Нет, ну, понимаете, есть полномочия, где они нужны, а есть вещи, где... Понимаете, вот когда мы, к примеру, занимались вопросами незаконных построек, и сейчас у нас работает строительная группа, она так называется, да, там несколько юристов, они сопровождают все это. Мы не были муниципальными советниками, к примеру, да, тогда. Но все это работало, фонд Салуция и так далее, да, то есть все это существовало. Значит, это первое. Второе. На сегодняшний день, ну, хорошо, ну, как минимум, можно же сделать на уровне популизма, да, даже элементарного. Ну, попробовать вот прийти и нас подразнить, да, вот как мы, мы принимаем решение увеличения, там, или вот доплатить заработной платы, там, для педагогов и так далее, и так далее. Почему Андрей не пришел? Просто с элементарным, даже подразнить нас, да, ребята, что вы там... Может, он не хочет вас дразнить? Ну, это неинтересно на следующий день? Ну, я просто думаю, во-первых, что они ленивые, это а. Б. Во-вторых, они в полном отсутствии понимания, что нужно делать в этом городе. И самое важное, это им не нужно, потому что цель у него была совсем другая. Его цель – это попасть в парламент и защитить, собственно говоря, интересы тех ребят, которые платят деньги для того, чтобы эта партия, значит, каким-то образом продвигалась. А какие ребята платят деньги в фонд Салуте или в фонд Первой леди? В отличие от этих товарищей, во-первых, да, мы не скрываем доходы, они постоянно публикуются. Есть зарубежные партнеры, есть внутренние партнеры, в том числе, значит, даже вы знаете, что есть председатели правительства или президенты, такие как Эрдоган или Лукашенко, которые, ну, как бы, все это очень прозрачно поддерживают. В отличие от бывших партнеров Плохотнюка, Виктора и Верия Лацопа. Вот, поэтому вот так вот. А вас раньше упрекали, что вы не произносите фамилию Плохотнюка. Оказывается, произносите. Произношу и достаточно часто. Господин Чиман, в нашем обществе есть очень стойкое представление о том, по какой причине бизнес помогает теми или иным политикам. То есть, даже если вы говорите о том, что это общественная организация в Саути, в любом случае она тесно связана с партией социалистов. Вы сами о том говорили. Соответственно, если бизнесмены какие-то, да, поддерживают этот фонд, что они получают взамен? Ничего, кроме общественного признания и большой благодарности. Он Марий Муцемеск. Это потому, что вы еще не во власти? Нет, ну смотрите. Вы хотите меня заставить поверить в то, что в нашей стране еще сохранились люди, которые помогают просто так? Да, сохранились их очень много. Я вот сегодня был на открытии, скажем так, первый раз, первый класс вспомогательной школы. Наша фракция как бы курировала этот вопрос полноценно. Речь идет о нескольких десятках детей с ограниченными возможностями, причем разных там категорий. Сложности начинает опорно-двигательного трактор, заканчивая другими вещами. Так вот, общими усилиями нашей фракции, в первую очередь, моих коллег Евгения Яковлевна, Юры Вьетнамского и многих других, которые полноценно ежедневно практически занимались этими вопросами, удалось перевести школу в новое здание здесь, на Рыжкановке, сделать капремонт, немного оборудовать. Но, с другой стороны, я хочу отметить, что даже сегодня, когда я разговаривал с директором, очень многие бизнесмены, начиная с тех, которые сегодня производят строительство, как бы объекта как такового, то есть они от себя детям подарили много вещей. Мы должны понимать, что большинство тех, собственно говоря, усилий, которые прилагаются фондом Первой Леди или Солуцией и так далее, фондом, это все целенаправленное решение каких-то социальных вопросов, поддержка самых уязвимых слоев населения, начиная, конечно, от людей с ограниченными возможностями, это сложные операции, которые, я вам хочу сказать, что были осуществлены даже практически бесплатно людьми из-за границы, если мы говорим о этих имплантах и так далее. То же самое касается вот этих вот рюкзаков для деток. Люди это искренне помогает. А почему это нужно делать обязательно от партии? Председатель партии, вице-председатель партии выручают. Почему это не могут вручить просто представители фонда? Ну, они просто не успевают все это сделать. Но даже если мы возьмем 25 тысяч рюкзаков, давайте посмотрим, это надо раздать первоклассникам везде, то есть по всей стране. Ваша дочка с таким рюкзаком пошла в школу? Нет, моя дочка не с таким рюкзаком. Она сама себя выбирает. И тут у нас очень жестко поставлен вопрос. Мы не вмешиваемся в выбор. Понятно, если он рациональный. То есть там не должно быть очень много стоить или что-то... То есть мы с вами к воспитанию подходим одинаково приблизительно. Не ущемляем свободу, но... Да, и более того, я хочу сказать, что она рюкзак себе выбрала еще в прошлом году. И, слава богу, он сохранился в хорошем состоянии. Потому что она пошла в подготовительную группу. И вот так вот. Поэтому просто физически невозможно. Посчитайте, с 20-го числа, как начали раздаваться эти рюкзаки. 21-го. То есть у нас, грубо говоря, к 1 сентября это 9 дней. 9 дней, 25 тысяч рюкзаков. Попробуйте поделить, чтобы они просто... Правительство назначало 9 дней выходных. Ну, у правительства было свое мировоззрение по поводу этих 9 дней. Но мы работали. Кстати, у нас постоянно, мы сказали, кто отдохнул, мы постоянно были на контакте с людьми. Причем, я повторяю, нам, слава богу, удалось очень многое сделать за эти летние каникулы. Давайте еще вернемся к теме муниципия. Рослан Кадрянов, вы сказали, что он самозванец, самоназначенец. А на ваш взгляд, кто должен сейчас руководить премарией? И как должно осуществляться в таком случае? Потому что, насколько я помню, господина Грозава, вы тоже считаете, что он незаконно находится на своей должности? Ну, из всех незаконных действий господин Грозава, нравится он нам или не нравится, он единственный, кто, в принципе, может управлять по закону всей этой истории. Потому что он заместитель мэра, который является в должности. Другое дело, что он под уголовным следствием. И что с этим уголовным делом, мы до сих пор не знаем. То есть, непонятно, где его место. Его место все-таки в премарии или в другом учреждении? Я предполагаю, что все-таки в другом учреждении. За все эти вещи, которые были сделаны на протяжении этих всех лет. Но учитывая то, что у нас Гомрецкий гуляет, я не знаю, откупился он или что-то. Это вообще театр абсурда. Киртака непонятно, что с ним. Но на самом деле, там же вещдоки серьезные. Как мы говорили ранее, если захотеть просто немного пошевелить всей этой историей, то там в Соединенных Штатах прибавляют сроки. Я думаю, лет на 700 для каждого. Я почему об этом говорю? На самом деле, просто ужасное состояние, в которое они привели городское хозяйство. Есть еще много вещей, которые сейчас вскрываются. Как я говорил вам ранее, насчет ЖЭКов, у которых долги почти миллиард леев. Понимаете? И которые принудительно к этому были приведены. То есть запущение и траты которых просто не видно. Пойте о социальных вопросах и всех неудобствах жителей, которые в муниципе Кишинова мы с вами во второй части программы поговорим. А сейчас чуть-чуть ближе еще вернемся тогда к политике. Опять же, о выборах, которые пришли в муниципе. Стали ли они, они же стали для нас, в принципе, для всех уроков того, как может быть на парламентских выборах. Да, не исключено, конечно. Но я думаю, что... Учитывая, что вы не защищали, извините меня, результат этой предвыборной кампании, продумывали ли вы, каким образом можно будет защищать свой результат на парламентских выборах? Ну, если бы у нас была победа, я думаю, что бы мы защитили эту победу. То есть у нас достаточно ресурсов, на самом деле, и продумывали ли вы. А каким образом бы вы ее защитили? Ну, я думаю, что постоянными протестами. Ну, постоянными прям... И есть другие вещи. То есть мы, люди, очень наученные опытом ранее. Надо же понимать, что все это законодательство, оно менялось против партии социалистов. После того, как Ирина Федоровна, поддержанная партией социалистов, Игорь Николаевич, выиграла башканские выборы. После того, в течение месяца они изменили законодательство. Они, это я не говорю, правящий режим, изменили законодательство таким образом, чтобы не позволять лицам иностранных государств продвигать или пиарить, или каким-то образом поддерживать молдавских чиновников или нечиновников, которые в каких-то избирательных процессах участвуют. То есть, к примеру, выбор Кишинева. Исключительно против нас это было сделано. И мы поэтому и предупреждали. Ребят, закон не это вот, потому что в следующий раз мы это сделаем. Тогда к нам не должно быть никаких претензий. Почему Андрея не защищал? Мне кажется, что все это очень просто. Они походили туда-сюда, но им это и не нужно. Еще раз повторяю. У нас задача была управление. Изменение состояния дел в городе к лучшему. А у них задача была набить себе, накачать рейтинг для того, чтобы попасть в парламент. И я вас уверяю, что вариант, если бы он наломал бы дров в течение полугода, а он бы наломал дров, потому что он не знает, что делать, ни с кем делать. И плюс был бы бойкот внутри определенных учреждений. Уже не говоря о том, что совет вообще не его. Хотя я сказал, что мы поддержим любые инициативы нормального характера, которые исходили бы от Андрея в этом смысле. То есть, ему просто это не нужно. Вот представьте себе, ладно, уже в октябре у людей был бы спрос. Андрей, ты же обещал раз, два, три. А почему не происходит ничего? А ничего бы и не происходило. Еще раз повторяю. Ничего бы не происходило, потому что видно, человек, на что способен. И это бы еще снизило, грубо говоря, уровень доверия к нему. И это прямое соотношение имеет и отношение к тому, что бы происходило на парламентских выборах. Поэтому ему это не надо, еще раз повторяю. И они поэтому и не прессовали. Но, может быть, могут еще и не уметь. Временно оставим, Андрей Анастасий. Давайте перейдем к партии социалистов. 16 июня состоялся Республиканский совет партии социалистов Республики Молдова. Одно из решений, если я не ошибаюсь, принятых на этом совете было проведение внутрепартийных праймерис в качестве подготовки к выборам. Вы уже начали работу по праймерис? У нас завтра Республиканский совет. Мы будем там обсуждать всю повестку на осень, вплоть до избирательной кампании. И избирательную кампанию в том числе до 24 февраля. Все наши действия. И завтра мы об этом всем скажем. В том числе будет принята соответствующая резолюция ПСР. Забегать вперед я по этому поводу не хочу. А вот тот список, который был опубликован в социальных сетях и получили СМИ доступ. Я, кстати, его получила в руки еще 16 вечером. Вот так. С якобы кандидатами. Это действительно кандидаты, утвержденные предварительно на совете? Я хочу сказать, что это замечательные люди. Наши однопартийцы, большинство из них, которые будут участвовать в этом процессе. Нечего скрывать и не вижу, почему бы я это сделал. То есть это утвержденный список. Там всего несколько районов, где нет, несколько участков избирательных округов. Правильно будет сейчас сказать? Я думаю, что там все-таки бумажка была другая. Я не знаю, как появилась эта бумага. Но все станет известно в ближайшие несколько недель. Когда я спросила, откуда у вас эта бумага, когда мне ее выслали, мне сказали, ну вы же понимаете, журналистам присылает все, кто что находит из всех партий. Мне сказали, что кто-то из обидевшихся. Ну, такой бумаги. Ну, понимаете, когда мы говорим обидевшихся, я вам сейчас объясню, как все это происходит. Значит, такой бумаги у нас не было. Я вам говорю, конечно. То есть ее кто-то сел дома придумал и выдал ее за две страницы А4 со списком. Лили, вы меня не слушаете. Я сказал, что это люди наши, большинство из них действительно будет участвовать в этих всех процессах. Но что очень важно, я как член политического совета, где принимаются все эти решения, политисполкома, в том числе, да, или республиканского совета, такую бумагу не видел. Значит, ее не было. То есть она где-то каким-то образом слилась с других источников и ресурсов. И она не является конечной и, собственно говоря, закрытой в этом смысле. Ну, это вопрос, какая ваша внутрипартийная дисциплина. А насчет обидчиков я вам скажу следующее. Во-первых, если я правильно понимаю, я не помню точный формат этой бумажки, но там вроде были одномандатники, да? Да. Вот. Ну, говорить об обидах каких-то, я не знаю, если есть смысл. Вашей фамилии там нет. Ну, я же говорил, что я не буду участвовать по одномандатному округу. Мы приняли решение, что я пойду по списку партии. И оно обусловывается исключительно элементарными вещами, такими, как время, которое я могу уделить этому процессу. Почему? Потому что, грубо говоря, все избирательные кампании партии до сегодняшнего дня в большой мере, учитывая то, что я являюсь секретарем по идеологии, это как бы моя задача. Мы говорим о медийных вещах и от того отдела, идеологического, которым я руковожу. Что такое одномандатник? Ну, вот мне, я думаю, и очень немногим людям, Игоря Николаевича как президенту и как человеку, который баллотировался ранее в Кишиневе, Зинаиде Петровне, ну, очень легко объяснить, да, то есть это очень много встреч, это очень много времени в дворах и так далее. Это очень важно. Это игнорировать невозможно. Совмещать мне, вот, к примеру, я, может, впервые это скажу, мне было очень сложно в эту избирательную кампанию. Почему? Потому что ты целый день на встречах, вы видели, у меня абсолютно прозрачная была кампания, в 7 часов утра мы уже раздаем газеты на остановках, с 9 часов до 6 часов вечера, это постоянные встречи с избирателями, в коллективах, то есть там, где возможно это организовать. У меня таких встреч было более 150, а это более 20 тысяч человек разных в разных мероприятиях, это помимо того, что я просто руку пожел. С 6 часов вечера до 9 часов, 9-30 часов вечера мы постоянно раздавали другие материалы, программы и так далее. И вот в 10 часов ты приходишь в штаб, и тебе нужно писать аналитику, тебе нужно смотреть это вот, я уже не говорю о дебатах, если пресс-конференции, у меня были пресс-конференции каждый день. То есть физически это просто, значит, очень сложно. Поэтому такое решение, то есть нет тут ничего такого зазорного, или там, не знаю, на уровне вопросов, которые были. То есть или ты занимаешься полноценной избирательной кампанией всех одномандатников, и, собственно говоря, партией, или, значит, ты занимаешься своими, своей кампанией. Что не так просто. Совмещать, я скажу, сложно. В одном из интервью Игорь Николаевич Дадон сказал, что не исключает организацию партии социалистов в сентябре-ноябре акции протестов по всей республике. И вот когда на 1 сентября была подана заявка на проведение митинга на площади Великого национального собрания партии социалистов, мы уж было решили, что это и есть старт акции протеста. Однако нет, потом в последний момент вы от этой идеи отказались. Во-первых, этой идеи не существовало. Меня, если не изменяет память, у нас на разного рода мероприятия, учитывая то, что постоянно проводятся какие-то терки, скажем так, с другими организациями, мы подавали соответствующее заявление ранее, то есть оно не этого года. То есть не надо связывать это мероприятие запланированное, скажем так. Мы обычно, если что-то организовываем, мы об этом говорим заранее. Ну, как минимум 2-3 недели мы об этом говорим. У нас не было запланированных мероприятий на первое число. Я не знаю, потому что мне действительно надо было объяснить это некоторым средствам медиа, почему мы что-то не организовываем. Я говорю, ребят, мы не собирались организовывать. У нас и на лето есть, и на другие дни есть поданные заявления. Поэтому как-то вот так вот. Но кому-то было очень выгодно показать, потому что какая-то буча информационная. Мне очень сложно было объяснить самому себе, зачем это было сделано. Для того, чтобы сказать потом в прессе, что социалисты испугались унионистов или типа того. Я не знаю. Но мне звонили, в том числе румынские издания, и спрашивают, а вот вы и проводите. Ребята говорят, мы не проводим. Если мы что-то проводим, мы об этом говорим. Вот мы завтра проводим республиканский совет. По заключению республиканского совета, по тем решениям, которые мы будем принимать там. Я почему говорю, потому что мы предложим, мы обсуждали эти вещи уже в политическом совете. Там меньше народу, вы об этом тоже прекрасно знаете, или знаете, как сформирована партия. Поэтому я знаю, что будет в принципе предложено республиканскому совету. И там будет четкая повестка дня, наша, начиная с этих выходных. То есть суббота, воскресенье. Поэтому никакой конспирации, ничего там нету и так далее. Не надо искать, как там говорили, черную кошку в темной комнате, если ее там нет. Если я не ошибаюсь, в 2013 году Демократическая партия проводила праймерис. Открытый, с приглашением просто всех жителей страны. Приходите, голосуйте, какого из наших кандидатов вы поддержите. Это, по-моему, тогда, когда они катались на этом автобусе веселом. Это не 2013-2014 год, по-моему. Перед выборами 2014 года были проведены праймерисы. Якобы, исходя из них, потом составлялся список на парламентские выборы 2014 года. Так вот, если возвращаться к теме праймерис, вы готовы таким же образом открыть всем желающим? У нас есть несколько подходов и видений решения, но нету пока точечного. Завтра мы его примем. То есть мы предложим несколько, как большинство примет решение, так мы и пойдем. То есть вы решили тоже пойти по пути максимально открытой партии? Мы хотим это сделать. Мы всегда являлись достаточно открытыми. И в отличие от всех остальных, меня иногда критикуют в разных соцсетях, что вы там публикуете, обязательно ставите слово фракции социалистов или партии социалистов, за после каждой запятой. Чтобы не отчитываться на выборах, отчитываемся ежедневно. А вы всегда отвечаете на критику в соцсетях? Нет. Обычно не отвечаю. Просто я смотрю, это уже третья ваша программа, где вы говорите, вот мне в соцсетях критикуют, поэтому я заметила и спросила. Нет, ну, во-первых, я редко успеваю отвечать. То есть если, тем более, критика, она является не просто провокацией, я обязательно отвечаю. Слава богу, опять же, как секретарю по идеологии, у меня есть отдельный особый нюх на узнавание провокатора или тролля в сетях. Его задача для того, чтобы тебя выбить из твоего графика, повестки дня и так далее. То есть он должен обязательно какие-то гадости писать, причем через каждые 5-7 минут. Может это делать под разными именами. Фейковыми аккаунтами и так далее, и так далее, и так далее. Это происходит, поэтому на это я не отвечаю. Если это граждане действительно там видно, неважно, причем какого вероисповедания или предпочтительности партийной, то тоже нормально отвечаю. Пока это не уходит уже в русло, там, а вы все равно нифига не делаете. Иван Васильевич, у вас прям такой лайфхак. То есть если у вас не сложится с политикой, любовь все-таки, бывает в жизни не складывается, люди ищут себя в других направлениях, сможете проводить курсы по распознаванию троллей? Простите меня за шутку. Я за вопрос, кстати, на сегодняшний день я вам скажу, что это... Это будет очень востребовано. Оно и является востребовано. В том числе и журналистами мы тоже... Вы знаете, на самом деле, если вот просто чуть-чуть копнуть здесь... Давайте не будем сейчас здесь копать. Троллей так много, а теперь времени так мало, и оно так дорого. Я хочу, чтобы просто люди знали, что они есть, как бы, более того, это проплаченные люди. Потому что, вот я хочу здесь маленькую заметку сделать, да. Даже под новостями в комментариях, да, есть специально обученные люди, которые вот с утра до вечера занимаются тем, чтобы... А у партии социалистов таких людей нет. Каких? Которые с утра до вечера занимаются тем, чтобы... Занимаются нет. Давайте не будем. Нет у нас таких. Все работают по тем же лекалам, а мы с вами преливаемся на рекламу сейчас. Нет времени для этого. Да ладно. Реклама на 21-м канале. Оставайтесь с нами, а она пролетит незаметно. Мы вернулись в студию после рекламы. Напоминаю, сегодня у меня в гостях председатель фракции социалистов в муниципальном совете Кишинева. Секретарь по идеологии партии социалистов Иоанн Чабан. Господи Чабан. Ну вот совсем немного дней пришло с момента празднования независимости республики Молдавы. Как вам такое празднование? Ну мне я уже высказывался по этому поводу. Конечно, ну то, что произошло, я считаю, что было очень красиво, некорректно, вообще позориво какое-то. Это моя точка зрения. Потому что есть праздники, которые, пожалуйста, 365 дней в году можно протестовать сколько хочешь. Для того, чтобы не было таких инцидентов. Давайте уважать хотя бы наше существование как страны. И в этот день не искать. То есть может быть любой социальный компромисс. Я думаю, всех абсолютно. Потому что это одна из самых серьезных наших достижений, заслуг, то, что мы есть как страна. Есть очень много наций, есть очень много народов, намного многочисленнее, чем молдаване, скажем, и все, кто проживает на территории республики Молдавы. У которых нету своего государства. Это первое. Поэтому то, что что-то у нас не получается, да, это тоже наша проблема. Проблема людей, которые голосуют таким образом. Проблема тех, которые участвуют или отказываются участвовать в политической жизни. Но это уже второй вопрос. А уважение к государственности должно существовать. Я это так вот думаю. Скажите, а вот возложение цветов в памятник. Это уважение к государственности? Ну, почему нет? Если традиция такая существует 27 лет, зачем ее как бы менять или пытаться... Понимаете, вот с риском, потому что я даже многим из правого лагеря говорил, да, ну вот они же туда специально пошли, чтобы не возложить цветы. То есть целенаправленно была, собственно говоря, акция для того, чтобы сорвать вот это вот дело. Ну и обиделись, что их оттуда эвакуировали. А была острая необходимость в этой эвакуации? То есть если бы мне возложили цветы к памятнику Штефана, возложили бы их на интернитате, да, допустим. Что бы это изменило концептуально? Они бы пришли на интернитате. Господин президент Игорь Дадон стоял между теми, кого он называл представителями режима. Один из них вместо него подписывал по решению Конституционного суда, как временный пятиминутный президент, какие-то документы. И вот он, стоя между ними, спокойно возлагал цветы после того, как оттуда были эвакуированы силами полиции те, кто были несогласны с тем, как руководят этой стороной. Вы знаете, я опять же, чтобы не повторяться, те несогласные, это те, которые преимущественно привели этих ребят к власти, чтобы было понятно. Вот спрос надо с них в первую очередь требовать. Почему? Потому что не я призывал голосовать за либерал-демократов, за демократов, за либералов. А вот именно практически все те, которые состояли или стояли на этих протестах, начиная от медийщиков, заканчивая, скажем так, людьми, которые, грубо говоря, представляются как civil society. Как гражданское общество. Это они привели три раза киртуака к власти. Они привели такими же способами, только чтобы не дать партии социалистов или, не знаю, мнимой, прорусским не дать прийти к власти. И нас же обвиняют в том, что что-то не получается. Ребят, посмотрите в зеркало. Смотрите в зеркало почаще. Не нравится, как выглядит зеркало. Не надо бить в зеркало. Понятно? Понятно. Не будем бить по зеркалу. Поэтому я считаю и я заявляю, что на сегодняшний день альтернатива другое, чем партия социалистов не существует. Все они, которые якобы гуляют. В партии социалистов есть единые позиции по всем вопросам? То есть у вас единая такая команда, как кулак? Я к тому, что, насколько я помню, я смотрела это заседание парламентское, когда Зинаида Гречаная вывела всю фракцию по СРМ заседания парламента. Именно когда должны были обсуждаться, внеситься в повестку дня, в том числе и те вопросы, те законопроекты, которые вызвали, наверное, наибольший резонанс в нашем обществе по фискальной амнистии. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. Партия социалистов не была согласна за них голосовать. А президент Игорь Николаевич Дадон промульгировал и даже сказал, что поздно, надо было раньше это делать. Нет, он сказал, что недостаточно, это первое, то есть две разных вещицы здесь. Давайте просто закончим. Да, у нас, я вот тоже недавно размещал это в соцсетях, потому что нас даже иногда обвиняют, скажем так, в отсутствии, там, не знаю, плюрализма мнений, демократических процессов и так далее. А, это у вас такое проявление к плюрализму? Нет, сейчас я скажу, к примеру, да, вот мы в Совете, да и в парламенте тоже, когда голосуем, то есть позиция едина, она очень четкая, она очень понятная, да, и мы, в отличие от всех остальных, готовимся. Я хочу сказать, что очень многие в последнее время вообще смотрят, как мы себя ведем, и они знают, что мы не пропускаем плохих вопросов, скажем так, да, которые носят коррупционную составляющую и так далее. То есть, мимо нас это не проходит. Вот, и ориентируется даже на нас, даже партии правого толка, я вот сейчас говорю о Совете, да. Но до того, как принять решение по тому или иному вопросу, значит, у нас работают люди в группах, да, к примеру, если это парламент, то там это четыре группы. Это экономическая, политическая, социальная группа и юридическая группа. Они разбивают все вопросы законопроекта, которые есть, соответственно, да, по этим группам. Есть лидеры групп, которые формировают, собственно говоря, подъездку, изучают все вопросы, предлагают или разрабатывают. После этого все выносится на фракцию, будь она парламентская или муниципальная. Ну, вот у нас бывает так, что, к примеру, муниципальная, есть вопросы, которые мы по две, три, четыре даже недели обсуждаем, и не приходим к одному мнению. То есть, пока нет выработанного мнения, тогда мы просто или отказываемся участвовать в самом процессе голосования, или пытаемся... У вас заболтать меня не получится. Позиция партии социалиста совпадает с объявленной позицией президента по данным вопросам или нет? Да, в принципе, в большинстве своем, да. Ну, я могу сказать, где были нюансы того характера, что как бы не совпадало, да, потому что есть разные мнения. Это, в первую очередь, касается, значит, прогрессивного налога или... Да. Вот. Вот. Это единственное, что было предметом обсуждения, вот, но я не вижу, как бы... То есть, налоговая амнистия вас не смущала? Не смущала, есть очень много вещей нормальных, хороших для людей, я не вижу, в чем. А если мы возвращаемся к тому, что как бы могут быть проблемы, то президент очень четко сказал, что принципы, как придем к власти, мы это собираемся делать. Если проблемы такого рода будут существовать, то мы просто сделаем иллюстрацию, грубо говоря, капиталов и все, и все будет понятно, откуда что. Если не добрым путем нажито, будем возвращать его в государство. Просто вот один из экспертов, известных и признанных Республики Молдова, Игорь Бацан, считает, что господин президент Дадон даже не посоветовался с партией социалистов на эту тему. Ну, вы знаете, я не хочу обижать господина Бацана, но он один из тех экспертов, который вот этих подлецов во власти приводил во власти, вещаясь с экранов телевизора, убеждая народ, что только они и никто другой не сможет справиться с ситуацией в стране. Что нельзя допустить социалистов, которые, слава богу, имеют социальную повестку. Я еще раз повторяю, на сегодняшний день те предложения, которые нами осуществлены, неважно, на уровне законодательном или городском, никто других не предлагает. И все, точка. Поэтому, в том числе, господин Бацан, он ищет, знаете, я думаю, что чем дальше, тем чаще все это будет, попытки вбить какие-то, не знаю, к линии между президентом и партией, между людьми в партии. Есть старый принцип, который эти ребята, они его знают, и не только те, которые находятся во власти. Разделяя в авто. Поэтому, я думаю, что... А разве вы им тоже не пользуетесь, играя с провосточными симпатиями наших граждан, которые в результате поддерживают партию социалистов? Нет, ну давайте сделаем таким образом. Во-первых, у нас, помимо того, что мы разделяем какие-то ценности, мы считаем, что партия социалистов единственная на сегодняшний день партия, которая является партией большинства. То есть, это партия, которая придерживается очень четких принципов и вещей, которая разделяет большинство нашего общества. Повторяю, не все, но, опять же, мы не 100-долларовая, не 100-евровая купюра, чтобы нравиться всем. А лучше 500. Или 500, да. И эти вещи очень четкие. Мы не собираемся дружить с кем-то против кого-то, так как поступает нынешняя власть или как оппозиционная. Мы не собираемся убивать, кричать, что мы будем убивать. И мне очень обидно, что этот инцидент из команды ребят Андрея Анастасии... Вы скучаете по Андрею Анастасии? ...легко забылся. Нет, почему? Потому что он повторился сейчас, когда его активисты, причем получающие, самое смешное в этом фильме, пенсию в Российской Федерации... А это подтвержденный факт? Ну, по крайней мере... Вот вы им оперируете, он подтвержденный? Пресса так писала, и наши коллеги, я знаю, что сделали соответствующие... Ну, вот видите, когда пресса писала, что вы отказались в последний момент от митинга 1 сентября, вы сказали, что это лошадь, что таких намерений даже нет. Нет, ну, я готов нести, значит, из-за... просто не было опровержения. Если бы было опровержение какое-то, соответственно, наверное, были, может быть, предпосылки думать, что это не так. Вот, но опровержения никакого не было, да, то есть все это гуляет по соцсети, это достаточно имело серьезный резонанс, да. Поэтому мы себе таких вещей не позволяем. Нам может не нравиться вероисповедание человека, или мы можем его не разделять, да, мы, не знаю, политическая принадлежность там и так далее. Но мы не делим людей, и это отличительное качество нас от других формирований. Дальше, что очень важно, что мы стоим на принципах государства, то есть мы считаем, что эта страна есть, слава богу, что она есть, и что это не временный проект, и мы верим в эту страну. И мы верим в тех людей, которые здесь остались еще жить. Мы скучаем по тем, которые уехали за рубеж. Мы знаем, что можно в этой стране в течение определенного количества времени построить действительно замечательное государство. Я повторюсь, значит, после Второй мировой Великой Отечественной войны в течение 40 лет здесь просто построили, ну, сад, да, каким не являлась ни Голландия. Вот если взять все эти параметры, да, то есть что здесь было в Советской Молдаве, конец там 80-х годов. Напомню, значит, с библиотеками в каждом населенном пункте, да, луминейцы, помните, каждом. Да, дома культуры, дома детского и юношеского творчества, значит, уже не говорю о совхозах, колхозах-миллионниках, да, построены университеты, академии наук и так далее, и так далее. И все это вот за 40 лет построили наши люди, да, в нашем Молдаване, да, была поддержка, конечно, со стороны Москвы, значит, все республики, наверное, там, как-то, скажем так, скидывались для того, чтобы у нас все это получалось, да, но и был огромнейший рынок сбыта, востребуемый нашей продукцией, да, востребуемый интеллектуальным капиталом, то есть создаванием, который создавался. Я всегда, скажу, говорил, и не перестану говорить, да, что вот мой отец, который родился после войны, их было семеро в семье, да, все абсолютно получили высшее образование, да, все люди, кто инженер, кто строитель, кто, значит, врач, кто, да, то есть люди просто, вот, практически, даже тогда, на Западе это было нереальным, да, рассматривать. Я думаю, хорошей страны такой больше нет. Есть небольшая страна, республика Молдова, которая... Я хочу сказать, что мы можем, понимаете, вот просто, ну, не везло нам с руководством последние годы. Почему нам не везло? Разве оно не соответствовало тому, какой наш... Ну, я не хочу так плохо думать о наших людях, потому что они когда ходили все-таки голосовать... Я не говорю сейчас о плохом, я вот хочу спросить, я не могу вас заподозрить в большой симпатии к унионистам, однако, вот вы помните, да, как полиция с некоторыми из них обошлась, транспорт не пропускали, их задерживали долго сначала, потом пропустили в страну часть из них, потом, вот вы помните, вот эти вот незабываемые кадры с общения Руслана... Ой, я уже Руслана, Константин Акадряну, да, и еще группы унионистов с молдавской полицией. Это, на ваш взгляд, было адекватное поведение полиции? Ну, давайте сделаем таким образом. Мне, и это мое отдельное мнение, кажется, что все-таки это был такой разыгранный сценарий. Я дам несколько доходов, если вы хотите, мое мнение по этому поводу. Я что-то превращаюсь в политического аналитика в этом смысле. Ну, давайте я все-таки скажу, раз вы меня спрашиваете. Первое, значит, ты не устраиваешь этот цирк с не пусканием на границ, если ты все-таки хочешь их пускать. Вообще, нормально не пускать, да. Люди, которые ратуют против государственной статьи, статья 41 Конституции, очень четко говорят, является вне конституционного поля. Соответственно, ребят, извините. После этого извиняться долго перед непонятно кем, это я тоже не понимаю. Если вы не собирались их пускать, зачем извиняться? Если собирались их, значит, по асфальту валять, то зачем вообще позволили, чтобы они зашли? Я думаю, что это срежиссированный такой спектакль для того, чтобы немного поменять политическую повестку, то есть убрать со стороны Андрея, Анастасии, Майя, Санду микроскоп и повернуть другое русло. Плюс показать, что не только тех ребят эвакуировали, о которых мы говорили ранее, а вот и этих эвакуировали. То есть так или иначе. Но, повторяю, вообще... А вы смотрели это видео? Нет, я не все смотрел. Мне больше всего, знаете, что поразило? Фраза одного из активистов. При Воронине такого не было. Даже при Воронине такого не было. Когда это произносит активный унионист, прошедший этот маршал Ченкина. Я обалдел, честно. Несмотря на то, что Владимир Николаевич меня очень часто критикуют, и не знаю за что, потому что у нас были достаточно хорошие отношения, я думаю, после ухода, как бы, но в этом виноваты не мы, виноват, в первую очередь, Владимир Николаевич, вы его тоже хорошо знаете. Но такого многого не было при правлении ПКР. Я думаю, вы даже... Вы, конечно, правильно этот вопрос не отвечаете, но вы себе можете представить, чтобы Владимира Воронина на пять минут отодвинули? От исполнения обязанностей президента. Вы понимаете, ситуация вообще была абсолютно разная. То есть мы должны понимать, что все у нас предвидено законодательством. Законодательство гласит таким образом, что президент имеет свои компетенции и так далее. Если мы смотрим на случай с Владимиром Николаевичем Воронином, мы должны были понимать, что там был 71 депутат, который являлся в партии коммунистов. То есть это было первое, но четырехлетка 2001-2005 год. И если мне не изменяет память, уже 56 или сколько там депутатов было во второй каденции. То есть это абсолютное большинство, позволяющие... Все это неповторимый результат на сегодняшний день для Республики Болдова, не для одной из партий. Поэтому мы очень рады, что очень многие специалисты, люди, которые являлись членами правительства на сегодняшний день, они по СРМ, это действительно люди, которые любят свою страну, они любят свой народ, и они готовы работать на благо этого народа. То, что и делают большинство из них. Я обещала вам поговорить немножко о муниципе, но вы сюда тяжело добирались. Сами видели, что начинает происходить. Я, если честно, о том, что начнется в сентябре, в муниципе предполагало, когда здесь был министр транспорта Кирилл Габурич, я с ним разговаривал и говорил, что если не будет... А он еще и транспорт у нас, министр, да? Ну, конечно. Экономики-то. А, да, экономики и транспорта. Все правильно, инфраструктура. Они же объединены. Я не знаю, кто-то собирается решать эту проблему или нет, но так как вы председатель фракции муниципальной, действующего примара у нас нет. У нас есть два вице-примара. Один из них вроде как считается исполняющим обязанности, хотя сам он говорит, что он просто вице-примар муниципи. Мне интересно, с кого спрашивать за тот транспорт и бардак, который происходит в этом городе? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что это можно вручную отрабатывать. И это возможно, когда есть на определенных участках, где они являются более сложными, пробки. Я так понимаю, вы об этом говорите. Значит, дорожная полиция должна просто там присутствовать постоянно. Или, по крайней мере, в часы пик, когда существует такая проблема. И такой проблем практически нет. Я скажу, почему? Потому что, учитывая то, что большинство, начиная от президента, заканчивая председателем парламента, и, если меня не исключают, не изменяет память, в том числе Павел Филипп, едут со стороны Буйка. И на кругу корианговых, да, там бывают проблемы, но когда вмешивается полиция, эти проблемы как-то, они очень быстро фильтруются. Поэтому, мне кажется, что это одно из самых скоростных решений. А вообще, проблема достаточно комплексная, и никто никогда не занимался. Мы должны понимать, что начиная от пропускной способности улиц, и заканчивая, значит, просто на сегодняшний день светофорами, кругами, артериями и так далее. Отсутствием массивов, дорог между массивов, да, это очень такая комплексная проблема, которой нужно заниматься. Но ею, повторюсь, никто не занимается. На сегодняшний день, я знаю, что мы, как бы, я говорю здесь о ПСРМ, мы пытаемся добить этот вопрос касательно транспортной схемы города Кишинева. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет. Решения мы говорили, какие есть. Начиная от реверсных... Вопрос парковок. Мы не очень просили вам задать вопрос парковок. Паркуется под окнами, выхлопные газы дут прямо в квартиры, паркуется во дворах, не хватает этих мест, паркуется почти все улицы на ночь, одна из полос превращается в стоянку, да, для машин или автобусов, или микроавтобусов. Вы же, кстати, тоже на Баюканах, вы видели улицу Телянова, что превращается Алба-Юлия, да, там одна полоса просто съедается на ночь. Как эти вопросы решать? Ну, это внутридворовые, скажем так, грубо говоря, зональные парковки, которые нужно делать, их нужно просто строить. А них не хватает. У нас, допустим, во дворе, но ты дворовая есть, и все равно под окна ставят. Нет, я говорю о больших площадках, зональных, многоуровневых, значит, этажи вниз, этажи вверх, парковок. Вот и все по-другому никак. Я считаю себя реалистом. Поэтому вопрос мой следующий. Когда реально мы можем увидеть какие-то более-менее четкие предложения, нам ждать выборов опять местных, или же все-таки до местных выборов что-то в этом городе полезное для граждан будет происходить? Объясняю. Вот смотрите, что касается, то есть полномочия, опять же, чтобы мы понимали, где полномочия Совета, где полномочия мэрии, грубо говоря. Потому что вот у нас есть ситуация, сейчас я вижу, что холдинг очень начал показывать, что они дали 12 миллионов для строительства площадок по городу детских. Я хочу объяснить, чтобы было всем понятно, что это не мэрия, это муниципальный совет из бюджета. И это исключительно целевая программа партии социалистов. То есть денег они не искали, они забиты в бюджете, и их использовать в другое направление нет. Единственное, что делала мэрия, это блокировало 4 раза проведение этого тендера. И, собственно говоря, даже документацию на проведение тендера они не делали, а делали наши коллеги из партии социалистов. Собирали подписи, координировали все эти вещи с притурами, с соответствующими институтами и так далее. Ну, бог с ними, они привыкли к себе приписывать. Что я хочу сказать, что в этом смысле должна быть транспортная стратегия, транспортная схема, проекты государственно-частного партнерства, то есть список их и муниципально-частного партнерства, и поиск соответствующих инвесторов для того, чтобы эти решения провести. У вас есть такие предложения? И вы будете ждать их как фишку до выборов следующих? Нет, а мы их показываем, мы их озвучиваем. Проблема в том, что нет. Но у вас разве нет права инициативы муниципе? Нет, есть, но право инициативы, она идет в первую очередь касательно распределения бюджета существующего. И это мы делаем. Все эти надбавки к зарплатам учителя, забота о пенсионерах. Потому что то, что делаем мы в Кишиневе, вообще в стране таких вещей нет, чтобы вы понимали. Это тоже недостаточно. Но я же не могу инвестора привести, для этого должна быть полноценная исполнительная власть, которая скажет, ребята, вот наши проекты. Мы гарантируем следующее, раз, два, три, четыре, пять. А там, я так понимаю, никому это не интересно. Просто и все. Мне кажется, на прошлой нашей встрече вы говорили о том, что принято решение о закупке новых автобусов и чуть-чуть не найдено средства. А в итоге, насколько я понимаю, последняя информация, отказались от закупки новых автобусов? Отказались, и причем аргумент мне показался очень странным. Деньги мы выделили, дополнительно должен был найден быть финансовый инструмент. Инициатива эта тоже исходит от нашей фракции. Но я так понимаю, что участвовала только одна компания. И почему они забраковали даже при участии одной компании? То есть участвовали только белорусы в этом всем процессе. Я тоже не понимаю. А на всех остальных тендерах участвовало по 10-12? Нет. В прошлом году, когда мы закрыли тендер, выиграла одна румынская компания. А, и вам ответили. Да. И вам ответили тем же самым сейчас? Ну, понимаете, я скажу следующим образом. То есть проблема в том, что просто там было много лживой информации в предоставленных пакетах. То есть просто они не могли выиграть. Не потому что мы... То есть расход топлива или другие вещи, которые принципиально важны для... А здесь я не знаю. А новый тендер будет объявлен? Должны были объявить. Ждем, да? Ждем. Осень настала студент, и люди вернулись из отпусков. Стало, мягко говоря, сложно даже общественным транспортом передвигаться по нашей столице. Он забитый, не проветривается. Автобусы в таком состоянии, что на него без слез не взглянешь, а в нем ехать надо. Я вам говорил раньше, что средняя жизнь наших автобусов уже далеко превышает возможность эксплуатации этих... То есть 116 единиц, они просто удручают всем состоянием. Поэтому парк нужно обновлять. Так можно скорее. Еще один вопрос. Даже вы объявили о том, что будете проводить акции протеста. Право-оппозиция в том числе будут проводить акции протеста. А как сделать так, чтобы все эти акции протеста не становились головной болью жителей этого города? Я, конечно, понимаю, что это экономический, политический, все остальные, какие можно придумать в этой стране. Культурный центр. Сюда стекаются все. Но при этом люди, которые живут в этом городе, становятся заложниками ситуации. Когда, пардон, три месяца меняют канализацию или что там, и отменили даже несколько маршрутов, невозможно и так добраться, да, часть города перекрыта. И еще протестующие начинают гулять до Скулянки и обратно, или же в другом направлении. То мы становимся просто невыездными со своих секторов. Банально. Ну, это издержки демократии. Слава Богу, что можно протестовать. А продумывать полиция никак не может у нас муниципальная? Чтобы мы при этом оставались... А у нас нет муниципальной полиции. У нас нет муниципальной полиции. Извините, пропустила. Бывает ли... У нас полиция вся на сегодняшний день под министерством. Какие у вас еще предложения по социальным полукам? Кроме тех, что были заявлены уже на отбавки зарплатам, компенсации, все остальное. Какие еще предложения? У нас очень много инициатив. Только за это лето я сейчас подложу итоги. 500 лей, 6 620 учителей за дидактические материалы. Они могут использовать эти деньги по любому назначению. Ежемесячно тысячи лей для всех тех, которые первые три года работают на государственной... Это компенсация за аренду жилья. Да, за аренду жилья. То есть это, грубо говоря, половина суммы, которую люди обычно платят. Это около 500 молодых специалистов. Ну, вот только вот сейчас недавно тысячу человек утвердили по очке для слабовыдящих как социальную помощь. Увеличили, дали сейчас возможность для того, чтобы подача документа была с 1 сентября для компенсации в отопительный сезон. Это 42 тысячи человек. Кстати, этим путем я вам хочу сказать, обязательно идите. Процедура практически является той же самой. То есть все, у кого доход на одного человека до 3000 леев в семье, могут подать эти заявления. И 40% им будет погашено за счет муниципи. В этой связи можно я уточню два момента? Уточники. Момент первый. Те, у кого есть задолженность по отоплению, они не могут воспользоваться этой компенсацией? Если они попадают в критерии, они могут воспользоваться. Им не имеет права отказать, даже если у них есть задолженность. Нет, не имеет никто права. Второй момент, который меня тоже, кстати, попросили несколько зрителей уточнить. Наши ЖЭКи не выдают справки о составе семьи. Это может быть, если есть такие сигналы, пожалуйста, дайте знать. Это незаконно, вот это я хочу узнать. Вообще мы включили... Ну, они сейчас, некоторые даже бойкотируют ситуацию, потому что я говорил, что они... Да, я сама своими глазами видела эти списки зимой. Они нам в прошлом году устроили очень веселые... Причем я видела в одном из ЖЭКов, что список на румынском языке и на русском, они вообще разнились. Даже по количеству пунктов, что меня очень сильно удивило. Вот. Поэтому это очень важно, как бы сейчас подавать документы, чтобы потом не было задержек с этими документами. Если есть проблемы с ЖЭКами, просто звоните в секретарят нашей фракции. Или по каждому сектору у нас есть представители территориальной организации. Все вопросы, в принципе, мы там с нашими коллегами решаем. Вот увеличили до тысячи... Ну, это правда с 1 января будет 2019 года до 1200 человек, которые могут бесплатно питаться в социальных столовых. Дальше. Ну, к примеру, в этом... Только вот этим летом увеличили количество личных ассистентов, скажем так. Это на 300 единиц. В прошлом году по предложению нашей фракции 600 было. То есть 900 всего единиц это тех, которые... Людей, которые могут с сегодняшнего дня получать зарплату за то, что они сидят с человеком, который не может передвигаться. А какова сумма этой зарплаты? Социального работника, то есть соответственно... Ну, вот смотрите, я разговаривала вчера с мамой, у кого ребенок, инвалид первой группы, а ей она за это получает... Ну, по 2 тысячам. 660 леев. Не, не может быть. Хорошо, я дам контакт вам после программы. Контакт обязательно дайте. И плюс к этому ей отказалась же к выдаче справки, и она не могла получить компенсацию на отопление. Почему об этом говорю? Потому что плюс еще мы увеличили эти суммы для соцработников на 40% доплаты к зарплате. То есть это уже не может составлять то, что вы мне говорите. для тех, которые занимаются детьми управления соответствующей средств службы на 30%. Значит, это байкотирует определенные структуры эти решения. Я не знаю, давайте мы уточним. Дайте мне контакты. Вот я вам привожу пример. Я хочу сказать, что по любому вопросу касательно жизнедеятельности столицы, пожалуйста, обращайтесь в наши территориальные организации и в секретариат фракции. Мы раздаем сейчас газету, она сегодня уходит в печать. Муниципальный выпуск газеты «Социалисты», там пишем об всем этом. Я хочу сказать, вот вы улыбаетесь, не надо улыбаться. Я просто себе представила маму с ребенком инвалидом. Потому что около 13 тысяч петиций у нас последней. Которая заходит с газетой «Социалист» в наше территориальное отделение социальной помощи, или опеки над детьми, и говорит, вот здесь написано, как вы думаете, ее послушают? А если вот не слушать, я вам хочу сказать, что в большинстве случаев, слушают, есть вопросы, где бойкотируют, но поверьте, к нам отношения нормальны, потому что никто не предлагал ни повысить, ни давать доплату к зарплате. К нам отношения нормальны, мы относимся к людям корректно, и требуем с них только исполнение своих функциональных обязанностей. У нас нету таких делений, как там, не знаю, черный-красный, белый-серый, либерал-нелиберал, у нас абсолютно ко всем отношения соответствуют. Поэтому, если есть какие-то проблемы, да, бывает, что не получается решать, но это в конечном итоге более сложные вопросы, то есть не того характера или уровня, о которых вы говорите, то есть, не знаю, начисление зарплаты или компенсации, или проблемы с документами. Проблема обычно касается жилья. Вот есть люди, которые говорят, ну, у меня нету квартиры, сделать все возможное. Здесь я объясняю, что вопрос очень сложный. Да, мы хотели бы решить этот вопрос. У нас есть видение, как это все решать. Муниципи еще выделяет участки под застройку? Или для улучшения жилищных условий? Может, квартиры еще выделяют? Если мы говорим какие-то специальные программы, то нет. Вот то, что мы предложили сейчас для молодых специалистов, это как временное решение, потому что, опять же, должна быть полнота власти в этом смысле. Мы знаем, как решить этот вопрос в течение трех-пяти лет. То есть, этот вопрос можно решить на уровне муниципи? Для этого нет необходимости в каком-то законе или программе на... Нет, абсолютно нет. Говорю. Значит, во-первых, это финансовые инструменты, которые могут быть созданы, собственно говоря, муниципалитетами. Я говорил об этом избирательной компанией. Это частное государственное партнерство со строительными компаниями, которые могут быть осуществлены в рамках такого муниципального сотрудничества. Пожалуйста, тебе землю, ты строишь дом, из этого дома, скажем, 10 квартир уходят на, грубо говоря, ту или иную категорию бюджетников или на кого мы ориентируемся, молодых людей и так далее. Или на тебе землю, пожалуйста, строй, но тогда должен быть льготная стоимость этого всего жилья, потому что земля, она из самых дорогих во всем этом процессе складывается. Другого рода, значит, ты мне, я тебе. Решений существует очень много, на самом деле. Но у нас 4 направления, о которых мы говорили в избирательной компании, но сейчас мы это делать не можем. Вот одно хотя бы выстрелило, посмотрим, как оно будет работать с этими тысячи леев за аренду жилья. Но если с контрактом, то точно столкнется. Ну, я здесь скажу, что я был сторонником того, чтобы не было. То есть, я так поставил вопрос. Да, мы предложили это, правые почему-то решили, что давайте мы добавим туда договор. Я сказал, давайте, коллеги, потому что мы, скорее всего, вернемся к этому вопросу. У нас очень много людей, которые очень подозрительно относятся к этим договорам. То есть, если мы хотим помочь молодому человеку, допустим, на трусы их используют. Это его проблема, да. То есть, вот целенаправленная помощь, твоя проблема, что ты с ней будешь делать. Памперсы ребенку купишь или оплатишь за квартиру. Это твои проблемы. Поэтому не должны мы ставить такие жесткие условия, если мы хотим помочь молодому человеку. Ну, опять же, с другой стороны, договор об аренной плате – это не такое прям самое жесткое условие. Но мы договорились в совете. По основному агентству имеют договор. Значит, мы договорились в совете следующим образом. Если будут существенные проблемы, то есть, мы посмотрим в сентябре, что у нас на выходе, сколько у нас контрактов, сколько мы денег тратим для того, чтобы дать. Потому что предусмотрена эта сумма для 500 единиц. Если у нас получается, что воспользуются этим 50, значит, что-то не работает. И мы переделаем всю эту историю. Я понимаю, что вы и в дальше муниципальном совете все-таки будете делать основную ставку на социальный пакет. На то, чтобы… Ну, мы социалисты, мы смотрим, как помочь людям в тех условиях, которые существуют. Потому что условия очень жесткие. Существование условий, да, то есть маленькие пенсии. Мы должны об этом понимать. Есть люди, которые просто не умеют и не могут оплачивать свои коммунальные счета. И этих людей очень много. Это десятки тысяч. Поэтому, если мы не будем помогать в этом направлении, будет очень сложно. А вот была задержка два месяца в прошлом году. И очень… Вот, как вы говорите, прям пенсионеры приходили и плохали. Пока мы не разобрались, что это ЖИКи нам усунули подставу такую. С ЖИКами очень сложно очень многие взаимоотношения. Вот смотрите, даже вот сейчас мы говорим о 50-процентной. Вот я вам скажу сейчас, чтобы вы понимали, насколько сложно все это. То есть в прошлом году мы решили дать помощь около 2700 работникам дошкольных образовательных учреждений. Значит, доплату, заработной плате в месяц 50%. Кто-то там шутил, кто-то не понимает. Хотя большинство из этих людей, они нас благодарят за это. Ну, конечно, их зарплаты еще маленькие. А это то минимальное, что мы можем сделать. Еще раз повторяю, этим не занимается муниципалитет. Этим занимается вообще правительство с парламентом. То есть там надо менять закон для того, чтобы люди получали больше. Ходили разные телеканалы, говорили, ой, что так плохо и так далее. Так вот, я вам хочу сказать, что в этом году мы добавили еще к этой сумме 500 лей ежемесячно. И все равно у нас есть детские сады, которые не открываются. Нет поваров, нет нянек и так далее. И они просто не открываются. Вот были проблемы в некоторых секторах. Проблемы с детскими садами. Кстати, когда я ехала сюда, меня тоже попросили узнать, будут ли строиться еще детские сады, потому что очень большая проблема. Опять же, этот вопрос является центральным вопросом для строительства, развития. То есть все это мы должны будем дождаться. Я вам даю простое решение. Если есть сектор, берем Алба-Юлия, Конечный. Мир Чичелбатрын, где большие массивы, скажем, застроили здания. Там больше 20 домов. Да, и здесь в некоторых случаях, например, частные детские садики, это тоже вид партнерства, например, на первом этаже. Но достаточно маленькие вот эти все сооружения, скажем так, или помещения. Ни одного нету большого сада. То есть если ты сдал целый квартал в эксплуатацию, оно должно было быть обязательно. Школа, медпункт, детский сад. Это первое. Второе. Если нету возможности у муниципалитета как такового, но это должны быть жесткие правила, прописанные во всех этих градостроительных нормах. А если нет такой возможности, ну хотя бы на этом уровне, да, действительно, брать или ставить как условие застройщику на первом этаже, в обязательном порядке, чтобы было помещение. После этого муниципалитет берет это помещение на содержание. Есть такие проекты государственного частного партнера, что в ряде стран как бы и нормально, раз не хватает денег, а денег не хватает. А как у нас так получается, что официальная статистика говорит о том, что у нас рождаемость низкая, детей в школах не хватает, школы закрывают, потому что там мало детей, а мест в детских садах как не было, как было мало детских садов, так и остается. Каким образом? Куда они делись-то? Если детей стало меньше, а мест все равно не хватает. Мы говорим о Кишиневе, здесь статистика не очень серьезно изменилась. В Кишиневе они закрывают школы из-за того, что там мало учеников? Есть такие случаи, их не так много. Причем мы только в прошлом году блокировали закрытие около 30 учебных заведений. Но они пытаются сейчас вернуться. Или детские сады отдали кому-то, и сейчас их просто... Отдали, конечно, отдали. Вот вы меня спрашиваете насчет нового детского сада. Мы говорили с Байкана, да, Деляну Костин улицы. Снесли, дом строят. Да, и причем как они хитро... Вот только за это надо было посадить Дарину Киртаку, потому что там его подписи везде. То есть, да, они строят... Сначала закрыли, потому что была уползневая угроза, а потом сделали станцию скорой помощи и полицию. Вот, остановитесь на оползневой угрозе, да? Вы видели, что они собираются сейчас там строить? Да, но там проводило террасирование несколько лет, они укрепляли тот участок. Но я сомневаюсь, что там можно строить по высоте. Ничего там не было укреплений. Я вам говорю, почему? Потому что я в том регионе живу, и я бегаю каждое утро. Я вижу, что они там делают. Вы, кстати, на одну из террасок бегаете. Там просто деревьями все заросло, и я там училась рядом. Я помню, как это все происходило, и как они привозили, там бывали земли, все это. Там вообще сложный участок. Там рядом еще один участок. Целый сад пропал. Пропал? Да. И что? И ничего. Рядом 166-й, тоже его внутридворовое. Отдали кому-то в аренду. И просто там вопрос даже стал, что отдали в аренду для того, чтобы построить какой-то бассейн. И вот, пожалуйста, учебного заведения нет. Более того, я вам хочу сказать, что и пусть родители, об этом знают, особенно зона Николая Кассиния. Я хочу предупредить, потому что я несколько раз там был, я вызывал службу. Там, к большому сожалению, очень много детей играет в «Анюшку» или что-то они там играют в субботу, в воскресенье. Но внутри этого здания, не к сожалению, что дети играют, а внутри этого здания неоднократно просто огромное количество шприцов, поэтому... Но тут нужно, наверное, и полиция обратить внимание на этот факт. Мы обращаем внимание, но... Давайте будем заканчивать. Один раз зашел, особенно вот этих заброшенных заведений, к большому сожалению. И в этом смысле я хочу сказать, что наши фракции тоже занимаются, особенно в парламенте. Вы можете обратиться в полицию официально. Обращаются наши коррекции. У нас у Володи односталка вообще этим вопросом как бы очень вплотную занят, начиная от вопросов образования, заканчивая, собственно говоря, вот того, что происходит. То есть растет потребление наркотических средств, и это очень плачевно. Будем заканчивать программу. Меня спросили узнать, как вы отдохнули. Я мало отдохнул, но неплохо. Вы хотите спросить меня, где? Не скажи. Тогда я тоже не скажу. Спасибо, что вы нашли время для нас еще раз, ответили на эти вопросы. Я очень хочу, чтобы все-таки у нас в муниципе работали не только социальные программы, они очень важны. Они очень важны, и жизнь в стране очень дорогая. Мы по всем направлениям работаем. Если мы здесь не будем наводить порядок, то мы просто утонем, а для нас в этой грязи, потому что город превращается... Мы должны заставить аппараты соответствующих учреждений работать. Мы даже если очень сильно хотим... Мы же несем ответственность за то, что говорим, не как Андрей, Настасья. Я объясняю, почему. Это очень важно. Потому что если у нас есть стройгруппа, ею занимается несколько юристов, но мы не успеваем, потому что строительства по городу столько. Мы просто физически не успеваем. Обратите за граждан, они вам помогут. Ну, попробуйте. Бывает, что... У нас есть активные граждане, вы же знаете. Есть, конечно. Вы даже от некоторых уже устали, мне кажется. Нет, я не устаю. Так просто. И, конечно, время покажет, как дальше будут развиваться события. Но я боюсь, что если мы на сегодняшний день столкнулись с такой транспортной ситуацией в столице, то я бы себе представить, что будет, когда пойдут дожди и, не дай бог, снег. Потому что снег зимой, оказывается, это настоящее бедствие в муниципе Кишина. Ну, вот я хочу сказать быстро, чтобы закончить. Да, комиссия ЖКХ буквально на прошлой неделе. У нас еще все время сегодня расскажут. Руководят социалисты. Мы запросили абсолютно все данные на сегодняшний день о готовности муниципя Казимет. Именно для того, чтобы, не дай бог, у нас, как обычно при Киртаке было, 15 января неожиданно выпал снег. Ну, в таком случае, в заключение, хочу пожелать, чтобы у нас не получилось, как всегда, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, чтобы комиссия ЖКХ не только получала красивые ответы на бумаге, а чтобы... Нет, вам сейчас все. Все очень просто. Значит, для того, чтобы, если нужны бюджетные деньги какие-то, пересматривать... Вы не хотите сегодня со мной прощаться. ...пересматривать в конце сентября, соответственно, бюджет и выделить все необходимые средства. Деньги есть. Еще раз повторяю. Деньги есть. Эта фраза вселяет оптимизм. Это был Иван Чбан, идеолог партии социалистов, представитель муниципальной фракции. Меня зовут Лилия Бураковский, я рада, что я вернулась в эфир и надеюсь, тоже вам будет интересно. Следующая программа у нас будет тоже с интересными гостями. Не переключайтесь, оставайтесь на 21-м канале. Всего хорошего, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова